На Индию обрушился сильный ураган. Во власти дождя и сильного ветра оказалось западное побережье страны. Без человеческих жертв не обошлось. Природное явление прошлось по городам и селам и оставило после себя груды мусором. Детали расскажет Рината Булкоемов. Поваленные деревья, сорванные линии, электропередачи и разрушенные здания. Вот что оставляет после себя ураган Бипарджой. Его приход не был сюрпризом. К нему готовились в Индии и соседнем Пакистане. Из зоны поражения эвакуировали 180 тысяч человек. Все люди, живущие в уязвимых домах, были эвакуированы в более безопасные места. Им предоставили продовольствие и воду. Здесь присутствует группа национальных сил реагирования на стихийные бедствия. Процесс выхода на суше начался в прибрежных районах Саураштра и Качх. Там преобладали сильные ветры со скоростью 60-80 км в час. Скорость будет постепенно расти и достигнет 115-125 км в час. Местами до 140. Так все и произошло. Прогноз сбылся. Сломано все, к чему прикоснулась стихия. В порту западного индийского штата Гуджарат из-за сильного ветра сгорели тонны угля. Точное количество не сообщается. В трех округах Джимаджи, Дебругарх и Лахимпур затоплены 25 деревень и больше 200 гектаров пассивных площадей. Но хуже всего, что есть жертвы среди людей. Погибли двое пастухов, которые пытались спасти домашний скот. Два человека погибли и это печальная новость. Тем не менее подготовка к циклону оказалась полезной, поскольку после выхода на сушу пострадавших не было. 23 человека получили травмы. Электроснабжение было нарушено примерно в тысячи деревень, из которых почти 40% находятся в районе Качх. Также сообщается, что из-за наводнения, которое принес ураган, в индийском штате Ассам пострадали около 29 тысяч человек. По данным Метеорологического департамента Индии, сейчас буря слабела до циклонического шторма. Тем не менее, ожидается, что дожди будут идти до 19 июня. Отмечу, имя Бипарджо и стихии дано не случайно. В переводе с бенгальского языка слово означает «катастрофа» или «бедствие». Ренат Абдулкаюмов, Первый канал Евразия.